Всем привет! Сегодня у нас будут новости Турции. Что здесь в стране интересного за две недельки? Прошло две недели, я вам не снимала об этом. Ох, ну с чего начнем? У нас просто одолели катаклизмы, практически через день что-то в стране природное происходит. В Стамбуле был страшный ураган неделю назад, и я такого вообще в жизни не видела, и многие турки такого в жизни своей не видели. И самое что прикольное был торнадо смерч, который зафиксировали. Но была еще также и торнадо, которые где-то на водоемах пытались завертеться, но не получалось. Очень много видео в инстаграме на эту тему. Выпало просто, я не знаю, неимоверное количество осадков на город. Нас просто залило, мы плавали. В Стамбуле, так скажу, часто бывают такие проливные сильные дожди зимой, даже и в летний период. Но дожди, это приоригативы, конечно, зимы и осени турецкие. Я, честно, такого вообще в жизни еще не видела. Я это видела только в фильмах американских каких-то, да? Настолько было шквал... Град, конечно, был сильный-сильный дождь. И такой шквал был ветра и осадков, что дом буквально там в 50 метрах напротив вы не могли видеть. Вы не видели просто здание напротив, представляете? А все небо было черно-какое-то серое грязное. Это было просто какой-то кошмар. Я в этот момент была на педикюре, попала в этот, когда из меня спасал муж, потому что в такси ничего не ездило. Все в один момент остановилось. Это было так сильно, что с торговых центров срывались таблички с названиями, буквы написанные. Представляете, но они вообще-то прикручены, они железные. И деревья вырывало. И, короче, чистый ужас был. Просто апокалипсис. Многие такого не видели. Ну, в чем хороши турецкие дожди? Тем, что они быстро проходят. Да, они льют, льют очень сильно, но очень быстро. Ну, этот был очень долго, час-полтора где-то лил. Но все же, что самое ужасное, все это, конечно, Турция очень быстро здесь хорошо убирает. И турки очень быстро все это прибрали, убрали. Все это понятно. Но район Иссен-Юрт, он очень находится в низине. И его затопило. Там прибрежная река вышла из берегов. И в Иссен-Юрте начали затоплять минус первые этажи. Что это такое? Это у нас в России, знаете, в этих этажах часто аренда каких-то парикмахерских, магазинов каких-то, такие подвальные этажи, да, куда ты спускаешься, где минус первый этаж с решетками. И там живут люди. Там самая дешевая аренда. И самое страшное, что в эти моменты там где-то были старики, где-то парень был, я ведь видела в новостях инвалид. Эти квартиры залило, у кого-то были открыты форточки, у кого-то дома в этот момент не было. Там, да, громыхало часа два, но это так постепенно оливануло в один момент. То есть нельзя было предугадать тот момент, когда начнется дождь этот сильный, и что он будет настолько сильный. И, короче говоря, к сожалению, получилось так, что каких-то людей затапливало в этих квартирах. Они оказались заложниками, потому что их затопило, представляете, с окна вода таким потоком по улице река разошлась, заливало все это в квартиру, что был сюжет даже, в одной квартире вода стояла под потолок. И там был какой-то старый человек, его оттуда доставали. В общем, мужчины полетели все, это турки мне чем нравится, они все вместе сообщать делают. Вылетели всякие соседи на улице, прибежали, вызвали, естественно, спасателей. И вот спасовцы разрывали эти решетки. Люди их просто пытались руками снять, чтобы оттуда из воды, из квартир достать людей. Ну, естественно, какие потери финансовые, когда, ладно, никто, кстати, не погиб, слава богу. Я считаю, что это чудо, что так произошло хорошо, что никто не погиб, не пострадал. Но финансовые потери, да, когда у тебя залило все, там, и технику бытовую, где жить, и это как-то сушить надо, это какой-то, конечно, кошмар. Это просто у меня нет слов, и я такой, вы знаете, сам страшный был не сам, то, что я его последствия, вот эти типа затопленных квартир в минус первом этаже, потому что просто сливы с этим не справились. Вот как в Москве до этого за несколько дней, где-то уже за неделю был потоп, и сливы не справились, да, а здесь это просто река сравнялась с городом, сливы-то работали, просто столько воды было, что ей некуда было утекать, она просто все затопила. Это какой-то кошмар был. Дальше по природным катаклизмам. Землетрясения, господи, какой кошмар, и землетрясения у нас не слабенькие, по 5 баллов и побольше. Было на выходных землетрясения в Марморисе, 5 и 6 вроде бы. Я вот в этих 5-6 там баллах могу немножко ошибаться, потому что их много было, они уже в голове все перемешались. В общем, землетрясения были в Марморисе, в Муглипад из Миром было землетрясение. На многих частях, короче говоря, страны где-то отголоски идут, маленькие землетрясения я вообще уже в счет не беру, на них уже никто, все, что по 4 балла ниже, никто внимания не обращает. И самое, что неприятное, я жду, конечно же, землетрясения в Стамбуле. Все только об этом говорят, что если так же там трясет, то скоро тряханет у нас хорошо в Стамбуле. Я это дело, конечно, боюсь, не люблю и все прочее, но я тоже в ожидании, знаете, такая тревожность определенная есть. И, короче, знаете, когда у тебя немножко кружится голова, потому что жара, духота, и ты сразу смотришь на люстру, у меня вот это сейчас состояние, а не началось ли землетрясение, или просто тебе не очень хорошо сейчас, да, ты себя нехорошо чувствуешь. Ну, такое, немножко я не сказала, прям паники, но именно вот когда в Мугле было землетрясение, возле Измира, там, знакомая отдыхала в тот момент, и она даже почувствовала, не находясь в помещении, она стояла у машины, и, говорит, у мужа, говорит, у меня машина куда-то поехала. Я вообще не понимаю, о чем провинилась Турция в этом 20-м году. Мы, как все там сидим в карантине, все дела, ну, эти природные катаполизмы, я вам напомню новости Турции. У нас в этом году было сильнейшие землетрясения, они, вон, по 5 с лишним баллов, мы уже так не реагируем очень сильно, хотя 5 с лишним баллов, это офигеть, как немало, это много, это очень чувствуется. Что у нас, ход снежной лавины был, в феврале месяце люди погибли, затопления, наводнения были, астероид на нас падал месяц назад, елки-палки, слава богу, никого не убил, но было очень яркое освещение, можете в интернете посмотреть эти видео, тут тоже, блин, освещалось, но, черт побери, и следующее, как турки реагируют, мы уже просто все тут ржем, реально хохочут, приколы в интернете, что следующее, это просто тупо прилетят нам инопланетяне, потому что природная, даже вот эта, блин, смерть закрутилась, торнадо, который, в принципе, здесь не должен быть, ну, это фантастика какая-то, просто мы живем, я, как, знаете, ощущение, что ты живешь в каком-то фильме или в сериале, и каждый день что-то новое, просто рядом с тобой может произойти что-то, мы уже, короче, упадет астероид еще один, мы уже не удивимся, вот такое вот у нас состояние. Но вас интересует туристический сезон, на данный момент, когда снимаю это видео, конкретная информация, прям точно подтвержденная государством, министерством туризма Турции, заявлений на телевизоре еще таких вот официальных не было, но программы на эту тему болтовня уже идут 2-3 дня, что обсуждают? Обсуждают, а впускать ли туристов с 15 июля россиян, как и обещалось, ну, не только россиян, там говорят и про немцев, и всех-всех-всех, кто обычно костяк самый едет к стране СНГ, но напомню, что 15 июля планировали впускать туристов пакетных, да, кто покупал туры, короче, открыть отели для вот такого большого потока туристов. В чем загвоздка? Началось обсуждение еще несколько дней назад, у меня 3-4 это обсуждали. Самое, что страшное, что в России очень высокий процент заражения, там непонятно достигло, в Москве как бы да, но сейчас идет все по провинции, по периферии, да, по маленьким городам, я знаю, по-моему, Новосибирску, у меня уже люди, блин, у меня уже члены семьи болеют очень сильно, у меня зять с температурой 40-10 дней провалялся, сестра заболела, слава богу, они там молодые спортсмены и все прочее, но это жесть, ребята, болезнь никуда не ушла, я вас призываю просто, хотя бы кто в Новосибирске, мои подписчики, у меня их немало, блин, реально, надевайте маски, сохраняйте дистанцию, блин, просто тупо обрабатывайте руки, ребята, это все вокруг вас ходит, это реально не шутки, и про то, сколько у нас уже знакомых в семье, ну ладно, мы общаемся просто маму в сфере медиков, которые больше, большой процент смертности, заражения и все прочее, но все равно очень многие люди умирают, имейте это, блин, в виду, и думайте о своих родственниках, пожилых особенно, и детях. Так вот, короче, Турция что думает, что очень много зараженных, непонятная ситуация, и трудно ожидать, даже если вы едете со справкой, да не факт, что вы где-то в самолете, в аэропорту, по дороге, в такси подхватите этот вирус, приедете и живя две недели, просто даже в отеле они выходят, все равно всех там перезаражаете, но это нельзя никак, короче, остановить, и так как Европа уже заявила о том, что до конца 20-го года российских туристов, они не принимают именно потоково так, то, короче говоря, Турция тоже об этом начала задумываться, потому что, ну, просто будет вспышка, у нас людей много, это большое поток, не обижайтесь, как бы, да, но реально, это в этом есть смысл, что, ну, придется, наверное, подождать, короче, это все сейчас обсуждается, и Россия вступила в переговоры с Турцией на уровне правителей наших политиков, и это обсуждает либо меры предосторожности, в общем, чего делать, как быть, вопрос еще не закрытый, не решенный, но в ближайшие дни появятся новости, если у меня это видео выйдет и никаких новостей нет, я вам напишу в Ютьюбе, сделаю пост, когда появится информация, я вас проинформирую, читайте в ваших новостной ленте, в вашем гаджете, если в телефоне, смотрите, этот пост появится с какой-то картиночкой, я вам загружу, вы увидите. И дело-то еще не в том, что там в России очень много зараженных, а в том, что в Турции у нас самих не падает, как нас всех выпустили, количество зараженных новых по тысячи-полторы в день, дофига делают тестов, когда был самый пик заражения, ну, болезни, я имею в виду, да, мы карантин сидели, по 30 тысяч, по 35 делали тестов в день, а сейчас по 55 делают, то есть обращений очень много, людей, которые подозревают корону. Неизвестно, как там делают эти тесты, насколько они правдивая статистика, как в России, вот у меня, вот я не голословно, я честно говорю, моя сестра, врач, которая обратилась за тестированием, ей в нем не отказали, но намекнули, что не хотели бы делать и портить статистику, черт побери. И у теста очень высокий процент, 30 фактически процентов вероятности ошибки, что у вас есть этот коронавирус, но вам скажут, что вы не болеете. В общем, сама вот эта система тестирования заставляет задуматься, да. И в Турцию самих у нас здесь большой процент не падающий новых зараженных, это напряженная ситуация, поэтому вот про туристов думают. Но не пакетные туристы смогут пока что, пока что ничего не изменили, приезжать, об этом разговор идет, да, то есть ты если не купил тур, ты просто купил билет, какие-то там будут меры предосторожности на твой прилет, например, там со справкой, ты, да, летишь о том, что ты не болен коронавирусом, и, например, там ты можешь прилететь в Стамбул, туристом ты можешь здесь быть в Марморис, то есть диким свободным туристом, там, скорее всего, со справкой, каким-то тестированием, там с 15-го числа откроется, ты можешь сам лететь, либо по делам каким-то, либо там медицинские туристы, вообще даже туризм не обсуждается, это точно можно. Короче говоря, проблем с тем не будет, но вот именно пакетные туры, когда это большой массовый заезд, об этом сейчас идут разговоры, это обсуждается, будем ждать новостей. И вот этот вот маразм в какой-то стороне, страх Турции, волны вот этой следующей не преодолеть, если она появится, не допустить ее. У нас были карантинные опять выходные, нас закрывали уже двое выходных подряд, но вот последние были субботы и воскресенье, в субботу мы сидели до трех часов дня, воскресенье до шести вечера, а поводом для этого стали экзамены, и неделю еще назад мы тоже сидели один день, я вам в вилок тогда снимала, мы по Стамбулу с вами гуляли, до трех часов дня, экзамены школьников, сначала были выпускные экзамены, а теперь были вступительные, дети поступали в институты, делали эти экзамены по старинке, то есть там, то есть за партами, в школе, не онлайн, как в многих странах, кстати, сделали. И многие турки возмущались, что могли бы онлайн как-то делать, короче, чтобы вот это, не было вот этого повода сидеть дома карантин, и людей закрывать планы какие-то хорошие, да, дети могли бы экзамены там, вступительные из дома сдать. В общем, короче, было как было, окей, что же теперь сделать, когда это прошло. И мы сидели, типа, чтобы детей этих не заражать, ну, это не очень логично было, всем понятно, что просто нашелся повод для того, чтобы лишний раз люди посидели дома и не ходили, не заражаясь им на выходной день, там, но все равно вот как 3 часа дня или 6 вечера рестораны все открываются, все опять вываривают, все в порядке. Одно могу отметить, что в Турции очень большая истерия по поводу этих экзаменов, экзаменов, это как вот наши ЕГЭ, да, все вот эти, только ЕГЭ выпускное было и вступительные, главные самые экзамены, тестовые. Я считаю, на взгляд психолога, и живя здесь, просто у моего мужа племянница в этом году поступала, это огромная страшная истерия. Я вот по родителям, которые здесь в Турции с детками живут, у него некоторые дети там поступают уже, или подростки, ребят, это, конечно, важно, но не настолько, чтобы тратить нервы ваших детей. У меня уже на консультации были люди, которые, скажем так, тревожные дети, которые готовятся к вступительным экзаменам за вот этих всяких ЕГЭ. Дети ни спать, ни есть не могут, и нормально жить, и учатся в этот момент, они ничего не запоминают, и к экзамену так хорошо не готовятся, как вам бы хотелось, они страдают, и эту тревожность надо снимать. Родители это нагнетают, так что не поддаемся, более, скажем так, если ваш ребенок, скажем, не поступит в этом году, меньше вы его любить от этого не станете, дураком он у вас не станет, пойдет, не знаю, год занимается и поработает параллельно на полставке, и все с ним будет в порядке. Это не настолько жизненно важно. Камон, ребят, не давите своих детей учить. Это очень большая проблема здесь в Турции, это психоз, дети не могут поступить, самоубийство происходит. Очень сильно нагнетается ответственность за эти экзамены. Племянница моего мужа весь год, она, ну, она с математикой там идет поступать, у нее хорошие оценки, но вот эта ответственность, как на нее дают родители, поступи на бюджет, в лучший институт, вот это все давление. Девочка училась год, шестидневку, субботу до полудня там у нее было, и в воскресенье она всегда ходила к репетитору. В субботу после уроков она ехала опять же к репетитору, а в воскресенье на ФДП к свой институт, то есть, ну, в институте дополнительные занятия. Плюс у нее параллельно вечерами бывали репетиторы по математике, там еще по какому-то, в общем, ни один репетитор был. Девочка просто без выходных год шпарила, училась. Это просто какой-то кошмар, ребят. Это очень в Турции, я считаю, огромная, большая проблема, ну, и в наших странах это тоже все есть, но здесь это очень нагнетается, и вот это вот экзамены, экзамены, перед экзаменом неделю все вот по телеку показывают, как они обрабатывают кабинеты, как дети, блин, эти готовятся, учатся, вот эти просто затравленные выпускники, школьники, студенты начинающие, это просто какой-то ужас в них, очень-очень жалко я. Родители, кто смотрит, прислушайтесь, ребят, ничего там страшного такого нагнетать не надо, в этом ничего, катастрофы нет, не поступит тупее, не станет ваш ребенок, может, даже чему-то уму-разуму и наберется где-то, опыт появится жизненный, понимаете? Так что это мой такой ликбез был на эту тему. По поводу туризма ждем новости, если они появятся как в срочном порядке, я вам дам знать в YouTube-постом. Жду ваших комментариев вообще на эту тему, какие вопросы, есть что рассказать вам с интересного видео. Спасибо за ваше внимание, скоро увидимся, всем пока!